привет братва мы сегодня делаем обзор с Юрием Сергеевичем на китайца первый раз твое впечатление первое расскажи великолепно просто песня новые технологии да настолько новые что просто новее некуда обрати внимание на вот эти светодиодные лампочки просто скажу это уже как бы показывает что это лакшери лакшери тяжелый люк вольво рядом да слушай подлокотник удобный вообще просто пушка-гонка да ну давай так на 9 точнее из 10 сколько 1 2 балла дашь ну 2 наверное можно но с натяжкой пойдет ну там да смотря сколько компания заплатит ну да и то я сразу говорю это покупной отзыв поэтому все оценки здесь максимально лучшим так наше мнение в 10 раз хуже нам заплатили за эту каму все верно заплатил ну что здесь можно сказать еще так вот он выглядит не место есть место есть если вытащить задний задний ряд диванов то место будет в принципе нормально пойдет потому что нет переходника здесь лишь можно поставить вот владели кстати вот так вот выглядит типичный владелец колы рф время иметь и запомните это лицо негодники да я на самом деле тачка хорошая если бы не было вага и немцев вообще в целом со шкодой выставки 16 9 до рассрочка планами вот этим все сказано ребят спасибо что смотрите подписывайтесь на канал ставьте большой палец вверх давайте хоть снаружи его сниму подсниму сейчас а может быть даже было же одним дублимся багажник здесь давайте посмотрим багажник еще раз вот так вот выглядит салон вылезаешь паспорта сидение смотрим багажный Отключается. Здесь есть. Достойный багажник? Ну, что тут еще скажешь? Можно как раз возить. Как там? Трупы, картошка, все, сюда влезет. Смотри, что остались эти на гречке. Влезетим. Просто автомобиль 99-го года. О, нет электропривода. Ну, это все закрывает. Тогда нет, точно не берем. Все, вырезает все. Все. Смысл тогда вообще снимаем без электропривода багажника. У нас даже в пластике есть установлено. Вот, да, даже в пластике установлено, не спортишь. Такой дизайн. Какая раз, какой дизайн? Этот CoolRain на дорогах видите каждый день. Ну как, удобно зарулись? Слушай, потому что... Ты смотришь в этом автомобиле? Вогрега закрывает. Поехали. Поехали. Огонь. Жили? Фуэллэп, лад. Где там? Макс. Вер, ну что еще скажешь интересного? Едем. Едем на озеро, на речку. Мы едем на озеро, на речку. Так надо это закрыть. Да. Задует. Панорамная крыша, да, с люком. Панорама, да, кожа динозавра. Мамонта. Да, которого недавно нашли, там где-то в раскопках. Ушел сюда. В общем, вагонь. Блин, ну о чем можно говорить вообще? Вы достойный автомобиль? Ни о чем. В этом автомобиле лучше молчать, потому что... Можно наслаждаться, кайфовать, держаться за эту ручку. В общем, ловите момент, ребят. Если залетел видос, обязательно подписывайтесь в любом случае на канал. Вот так вот. Не, честно, ну, по-честному сзади, ну, у меня очень много вес, что-то новое расстроено. Юр, ты дотягиваешься до педали? Нормально? Да. Не, слушай, нормально. Да нет. У меня идеально. Так, а где здесь это ставка? Все, отлично. Итак, коротенькое резюме. Сколько он стоил? Два? Два, пятьдесят. Ребят, за два, пятьдесят это отличная цена для нового автомобиля, кроссовера. С учетом того, что есть рассрочка, ну, прямо у Жили есть все шансы порвать просто рынок, что они, собственно, сейчас и делают по продаже. Все. До скорых встреч.